привет друзья меня зовут виталий ткаченко это школа креатива пишу сегодня масляными красками морской пейзаж у нас сегодня маяк шторм такой сюжет достаточно серьезный выбрал я масляные краски и определенный набор кистей примерно на него можно сориентироваться вам также понадобятся салфетки для того чтобы протирать кисти а также эту картину вы можете написать акрилом или гуашью тогда вы можете брать уже картон или бумагу но я сегодня пишу на холсте мне сегодня масло и как раз про масло немножечко вот тоже вам расскажу по оттенкам вы будете примерно тоже ориентироваться на мою палитру понадобится у нас колористика достаточно темная плотная конечно понадобится белила конечно понадобится умра натуральная болотная краска но если вы такой не найдете вы можете в принципе воспользоваться какой-нибудь другой краской такой зеленоватой болотной также понадобится зеленая русская или веридоновая неважно главное чтобы темно-зеленый цвет тоже был на палитре у вас умбра жженая это из коричневых вот из холодных у меня ультрамарин немного немного оранжевый немного желтый и чуть-чуть индиго по сути я считаю что может быть максимум что там можно добавить это знаете такая есть английская красная краска есть такой в принципе нету у меня есть можно воспользоваться просто красную там темную вот я себе добавлю еще чуть-чуть английской красной и на этом наверно ограничимся мы такой палитрой если у вас не будет подходящих красок или кистей можно брать альтернативные то есть на этом ничего не заканчивается вы можете просто подбирать примерно то же самое но на палитре у вас я считаю всегда должны быть основные краски это белый желтый синий и красный вот если эти краски у вас есть то вы можете любую краску потом намешать и коричневые и болотные и индиго и оранжевые поэтому производные должны быть ну что ж если вы уже готовы мы можем с вами начинать делать набросок если комментарии будут слишком для вас быстрые настройках вы можете подкрутить уменьшить немножко помедленнее чтобы было скорость вот ну собственно в общем то по материалам полное описание будет в видео поэтому можем с вами начинать в принципе да ну что ж мы с вами видим на нашей картине горизонт видим бьющуюся большую огромную волну а берег на берегу у нас стоит маяк с небольшим домиком и здесь будет логичнее всего оттолкнуться от горизонта до горизонт у нас будет располагаться если так посмотреть то в принципе вы можете его расположить чуть чуть ниже серединки то есть вот так вот я беру чуть чуть ниже серединочки отмечу себе горизонтик где-то вот в этом месте я беру любую краску которую вот ну больше умбру натуральную взять и ей сделать набросок здесь у меня будет горизонт условно эти приложения копирка которая может идеально перевести изображение в нужный нам размер посмотрите прозрачный экран и с помощью ползунка я делаю изображение которое мне нужно нарисовать мы взяли портрет и прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения переношу их так не нужно также если мне нужно прописать детали очень мелкие то я просто увеличиваю экранчик и детали становятся видны можно каждую мелочь прорисовать установив телефон на какой-то предмет сейчас данный момент он стоит на стаканчике получается такое вот прямо переведенная через наше приложение сейчас мы взяли холст холст большой 40 на 50 и решили перевести пейзаж прямо смотря в монитор видим как карандаш описывает нужные нам контуры и переводит и переводит то есть мы выстраиваем так ставим телефон на таком расстоянии какой нам нужен холст то есть мы любой размер максимальный размер удобный 60 на 90 минимальный это спичный коробок любой человек ребенок взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения поэтому переходите по ссылке под видео там вы увидите ссылочку на приложение также вы можете в вашем системе apple store или google play набрать слово копирка и выйдите на это приложение данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на полз так что дерзайте используйте и делитесь приложением со своими знакомыми удачи вам да пребудет с вами вдохновение даже наверное чуть-чуть все таки вот так повыше чуть ниже серединке здесь у меня будет горизонт вот так и тут будет располагаться вот в этой части здесь будет располагаться берег вот такой вот неровный смотрите такой вот он как бы полукруглый у нас такой от угла идет вот так намечаю берег самой тонкой кисточкой жидкой краской и вот в этом месте вот здесь да где-то вот не конечно не посередине мы ставим а вот сюда ставим маячок наш маячок у нас будет выходить за горизонт немного вы можете поступить следующим образом взять что-нибудь также длинная вот так вот допустим кисточку берете проводите аккуратненько тонкую линию и и уже относительно тонкой линии достраиваем сам маяк снизу он обычно немножечко пошире а к верху чуть-чуть поуже такой вот маячок заканчиваем ровной линии и сверху добавляем еще одно ему такую вот башенку как бы чуть чуть меньше и можно накрыть это все крышечкой такой крышей здесь у нас будет располагаться маяк а снизу у нас еще там есть домик такой я беру и рисую крышу ему здесь нарисовываю крышечку вот так дорисовываю уголочек один и второй и получается домик вот весь набросок который вам нужно сделать горизонт островок и маяк с домиком дальше идет исключительно работа красками уже цветом поехали но для того чтобы наиболее комфортно весь процесс проходил я беру умбру натуральную этот цвет вы можете увидеть у себя сейчас на экране умбра натуральная имеет такой болотный интересный цвет если ее замешать немножко с белилами и добавить чуть-чуть масла у вас получается прям то что нужно это будет основа для нашей картины я обязательно добавлю в краску масло кисть должна быть большой будет ли это синтетика либо же щетина абсолютно я думаю не важно но я взял вот щетину ей мне начинать проще иногда и наша с вами задача взять и покрыть весь все небо за исключением там где будет солнце начинаю прям побольше как себе сейчас на миссию мешаю краски и нанесу сделаю основу ну а там где у нас будет вот здесь вот солнце здесь я пока не за не буду закрашивать моя основная задача это прогрунтовать небо нанести основной цвет на который лягут уже последующие оттеночки разумеется мы обходим с вами маяк и краски наносим много достаточно жидкой цвет можно сравнить который я вывел на экран то что я наношу чуть-чуть отличается от того что сейчас на экране но это уже минусы освещения и разницы мониторов вы можете в принципе сориентироваться либо на мой либо на тот цвет который я вывел один из двух будет более один из двух будет наверняка подходить либо тут либо другой в принципе они оба хороши умбра натуральная уже имеет зеленоватый оттенок вот так я обхожу 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 вот так что получается получается такая основа жидко накрашена намешана ну чуть позже мы ее немножко утрясем сейчас нам нужно перейти пока на другую краску это будет сейчас я его тоже так же вам щелкну и вы его сможете увидеть это такой вот желтоватенький светлый цвет вот он его мы конечно будем наносить более чистой кистью для этого кисточку мы с вами тщательно прочищаем прочищаем ее в масле и об салфетку ну масло при этом должно остаться чистым чтобы мы с вами не сделали грязным масло надо просто окунать аккуратно и там без движений просто полностью окунаем вот этот цвет тоже намешивается в принципе не сложно вы берете беливо берете чуть-чуть желтого чуть-чуть желтого вот и в принципе можно добавить немножко предыдущего оттенка туда умбра натуральная чуть-чуть да чтобы приглушить желтизну вот белый желтым взять и он получается таким же вот и заполним вот это место там где у вас будет солнышко левый верхний уголок заполнили отлично и дальше идет весьма простой и приятный процесс нам нужно с вами чуть-чуть разгладить все мазки на небе и сделать более гладкую поверхность я беру эту же кисточку протираю ее насухо и начинаю сухой кисточкой просто вот так разглаживать причем вот граница солнца она не должна оставаться такой отчетливой я ее также красивенько сейчас растяну но с учетом уже какой-то формы то есть не просто я размазываю да я предположительно делаю какие-то вот элементы которые должны совпадать с референсом то есть создаем форму просветов неба и и одновременно зачищаем как бы заглаживаем от всех мазков наша небца то есть снимаем лишнее масло так получаем плавный переход оттенки наверно можно уже скрыть достигаю этой цели при помощи сухой кисточки именно поэтому я рекомендую всегда держать в левой или правой руке салфетку вот так это и есть основа ну а дальше нам нужно утемнить наше небо и создать такие более зеленые темные глубокие тона я также сейчас выведу вам это все на экран это будет уже более зеленый цвет вот такой ну для этого у меня есть русская зеленая называется она можно ее принципе найти любую зеленую веридоновую также хорошо подойдет вот я ее беру прям попробую сейчас чистым просто зеленый возьму так да по моему она подходит прям хорошо вот такой цвет зелененький и начну его наносить но не буду я равномерно наносить я как бы так с учетом облаков же по чуть-чуть и кстати уже без масла можете работать потому что масло оно есть с лихвой на холсте поэтому если вы жидкое на жидкое положите вы просто не справитесь с управлением оно будет слишком жидкое зазеленяю правую часть картины а потом сухой кисточкой начинаю растягивать и растушевывать вот так видите как красиво масло тушуется и получаются великолепные переходы вот так отлично далее можно уже добавить что-нибудь иное такое более плотное более темное здесь ну я бы наверное перешел бы уже на индиго вы этот цвет можете пронаблюдать также если вам интересно я могу также вам его вывести на экран это будет знаете это тоже будет такой темно-зеленый но я бы вот нам нужно достичь вот этот цвет достичь этого цвета именно чтобы он получился у нас на картине но намешивать его на палитре не стоит вы просто можете взять индиго вот так он сейчас смешается с вами с вашей поверхностью зеленой и получится как раз то что вот этот цвет я вывожу для того чтобы вы поняли что этот цвет должен выглядеть так не на палитре а на картине здесь важно я наношу облака темные просто взял индиго и наношу без масла вот так можно конечно туда чуть-чуть добавить зеленого темного еще в индиго чтобы прямо еще углубить но по сути можно и индиго одним обойтись вот я нанес вот такие облака а теперь моя задача их растянуть и растушевать вот очень очень темно очень темно смотрите должно получиться вот так мрачно теперь я беру и сухой кисточкой как обычно начинаю растягивать но растягиваю я исключительно видите края то есть в середину темной краски я стараюсь не заходить потому что если начать размазывать абсолютно все краска посветлеет это мы должны с вами понимать и она станет слишком светлая нам не нужно нам нужно поставить темноту еще можно сделать такой вот интересный момент взять просто коричневой краски смотрите добавить вот сюда и так же растягивать красиво коричневый мы же там видим коричневую с вами правильно можно пальчиками поработать пальцы оставляют иногда следы а вот кисть за счет своей шероховатости она красиво тянет краску красиво тянет потемнее потемнее здесь не жалейте темных красок сюда коричневый тоже добавлю фигня если у вас при растушевке красочка посветлела вы можете ее еще раз сделать потемнее вот так вот большая часть работы с небом происходит за счет растушевки тушуйте ее можно попробовать разглаживать гладкой кисточкой синтетической тоже очень весьма интересно она создает эффекты вот я взял синтетику но она немножко правда больше работает на на такие какие-то подчеркивания ей остаются засечки такие неприятные поэтому тут нужно попробовать чем больше чем чем лучше у вас получается еще также мы можем пронаблюдать с вами такие оттенки как желтый вот вы можете взять просто желтый вот я беру желтый дайте наверно желтый с белилами все-таки вот добавляю желтый с белилами без масла здесь важно без масла и начинаю его также растягивать растягивать как бы вписывать в облака нас много 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 всяких разных оттенков смотрите разных вы их добавили и разглаживаете добавить это недолго вот разглаживать это чуть подольше здесь побольше терпения понадобится то есть что плавность такая получилась у нас справа все очень сурово достаточно а слева пробивается солнце желтый немножко наверх добавлю вот так и разглажу еще есть такое ощущение что вот в этом месте есть какая-то голубоватая краска здесь вы можете взять белый синим и голубой цвет вот на 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 смотрите вот голубой да беру и начинаю вот сюда прям разгонять загонять голубой цвет но он моментально теряет свою интенсивность поэтому как раз получается то что мне нужно то есть он не должен быть ярким насыщенным у нас сегодня картина не про яркость она про такую серьезную хумурую суровую шторм у нас такой себе еще немного сюда голубого вот так вот можно еще чуть-чуть посуровей как холодный цвет тоже красиво вписывается также можно чуть-чуть желтого добавить в темноту чуть-чуть таких вот каких-то просветов но они очень суровые мрачный там эти если совсем темно получилось можно немножко просветить что-то прояснить там но очень и очень аккуратно так в целом правая часть намного темнее конечно должна получиться чем левая еще что-нибудь добавлю опять светло-желтой краски такие они зеленовато охристые когда смешиваются желтый берете желтый зеленый вот на палитре это выглядит примерно вот так вот да вот желтый вернее белый белый желтым вот я взял и добавляю вот так на небо смотрите такими пятнами а сухой кисточкой начинаю потом растягивать вот так просто сухой кисточкой и становится совершенно все по-другому гроза шторм нету ясного неба но в этом сегодня фишка именно в этом да и конечно же солнце который пробивается здесь вы его будете использовать простой белой краской вы берете белую краску если у вас очень много краски скопилось на холсте до вероятнее всего вам просто придется санфеткой просто прочистить вот место место нанесения белого цвета вот два пятна я сошкребаю на ну просто показываю вам и белым цветом туда вношу два таких световых очага это солнце ну и его потом аккуратно конечно надо растянуть световые пятна растягиваются вот так при растягивании возможно вот как у меня эти быстро все так приглушилась и уже непонятно было там что-то не было значит повторно еще раз беру белый цвет и белым цветом наношу можно даже пальчиком вот так чуть-чуть размазать чтобы солнышко осталось аккуратно края только края тянем только края серединку билет белого не трогаем просто испачкается и не получится то что хотелось разглаживаю аккуратно разглаживаю уже чтобы не испортить внутреннюю часть можно повторно еще разок еще разок то есть до тех пор пока не станет все на свои места тут прям белый вот тут прям белый цвет прям смело выбеливайте и растушевывайте отлично по сути остается добавить какой-нибудь светло-голубой цвет допустим на палитрочке вот я беру белый синий добавляю прям вдоль вот так вот горизонта так и размазываю чуть-чуть немножко голубого над самым горизонтом и конечно же растягиваем растяну 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 чтобы не было жесткости прекрасно ну а теперь мы можем в принципе перейти даже на водичку до не либо же на берег тут без разницы ну переходим на воду но для воды нам понадобится конечно же зеленая краска у нас в основе будет лежать зеленый цвет я беру просто зеленый могу добавить него немного допустим умбры натуральный ну в принципе темно-зеленый цвет вот сам по себе темно-зеленый он очень даже неплохо подойдет даже если ничего не добавлять него просто вот зеленый моем случае просто темно-зеленая краска я ей заполню абсолютно все пространство воды вместе с волнами конечно домик мы будем обходить при размазывании зеленая краска чуть-чуть светлеет ну и пусть еще добавлю чуть-чуть себе зеленой краски на палитру и пусть нас не интересует пока опять же оттенки какие-то на который конечно же появится чуть позже мы просто берем с маслом краску вот так вот и размазываем ее тонким тонким слоем особенно кто у нас сегодня работает в первый раз пробует себя в роли художника я рекомендую наносить краски потоньше есть прекрасная возможность подровнять горизонт там где краска ложится чуть потоньше она получается более светлая но на это не обращайте внимание здесь уже это не важно это даже хорошо потому что оттенки на море абсолютно разные где-то они потемнее где-то светлее но в целом оттенок идет темно-зеленый вот так можно чуть-чуть заехать даже на берег это тоже не страшно здесь я закрашу горизонт смотрите чтобы слева и справа у вас получился одинаковый уровень а еще в такую погоду горизонт мы не можем видеть слишком отчетливо поэтому можно его чуть-чуть размазать чтобы он не был очень отчетливый просто возьмите сухую кисть и немножко так вот туда-сюда повозите и у вас все прекрасно быстро растушуется ну и это пока у нас остается таким вот образом дальше я перейду на цвет моего берега да бережочек у нас получается будет одна часть у него будет коричневая а для этого у нас есть абсолютно все краски это темно-коричневая умороженная вот темно-шоколадный цвет вот такой здесь я даже кисточку отмывать не собираюсь потому что просто можно и протереть конечно но отмывать не нужно и частично закрашу причем можно совершенно спокойно смешивать немного даже границы вот эти не должны нас беспокоить сюда вот так вот сделаем потемнее но здесь есть такая штука тут освещенная часть есть да она намного светлее намного светлее а вот часть которая которая еще занимаюсь намного темнее соответственно тут у нас луч солнце такой проходит вот с левого верхнего угла он пропадает прямо на маяк и заходит на берег именно поэтому мы с вами красим вот таким цветом сначала вот так темно-коричневым причем граница между волнами здесь размазывается а вот внутренняя часть там где осталось она будет уже другого цвета она будет вот такого цвета кого-то желтоватого охристого вот такой цвет горчичный такой и его мы тоже конечно с радостью намешаем он намешивается тоже очень просто это белый и желтый желтый чуть-чуть белого и немного коричневой краски белый желтый немножко коричневый горчичка вот эта горчичка идет вот сюда прямо посередине вот сюда ну и конечно места которые остаются у нас отчетливыми они не должны оставаться отчетливыми вы берете их и красивенько размазывайте в нужной форме в нужной форме я имею ввиду когда вы размазать вы уже должны придать интересное красивое силуэт такой ориентируемся на мою картину либо же на референс вот так еще смотрите какой получается переход да красиво и какой какой там есть зеленый интересный вы можете также добавить чуть-чуть зеленого вот так вот сюда просто чисто зеленого и немного также его поразмазывать ну по чуть-чуть чуть-чуть зелененького дадим и поразмазываем как следует размазываем а со стороны за домом вот здесь справа там очень очень глубокая тень вот туда стоит зайти уже индиго взять чистый индиго он нас вместо черного сам в этом темный индиго взяли и его туда прям положили вот сюда вот эта тень очень сильно должна усугубиться утемниться то есть прям практически до черна берете и здесь такую темную темную тень кладете ну и конечно ее надо растушевать чуть-чуть снивелировать в обязательном порядке правая часть картины безумно темная тени левая посветлее и такой же индиго у нас пойдет в виде теней на левой стороне смотрите я делаю вот такие пятнышки такие и также на левой стороне на коричневой краски их размазываю слегка то есть это тени на камнях нас даже здесь есть такой крупный камень скала такая смотрите имеет вот такую форму сделайте пожалуйста здесь индиго вот такую скалу и часть ее нижнюю верхнюю не размазывайте нижнюю немножко размажьте получится интересный такой эффект вот это есть основа основ в живописи это подмалевок дальше уже идут какие-то детали и улучшения постепенные да ну они тоже конечно же естественно важны но но ну у нас остается маяк с домиком вот и кстати м маяк с домиком вот у вас то что сейчас цвет висит да вот в прямоугольничке он абсолютно также подойдет и для маяка я считаю берете там коричневый белый и немножко желтого может быть даже и прокрашиваете одну часть маяка вот этой краской выведенной на экран аккуратно одна часть серо-коричневая а вторая часть просто белая вот вторую часть вы просто берете беленьца красите в белым цветом и размазывайте границу она конечно сейчас при размазывании будет не белая далеко уже вот как у меня но мы естественно ее потом еще выберем дополнительно она конечно должна быть можно несколько раз вот так вот взять прокрасить и аккуратненько размазать вот поэтому можно несколько раз подходить к таким моментам правая сторона у нас будет чуть попозже еще более темная то есть это опять же тоже основа такая даже маяк немножко ниже так продолжить сюда чуть-чуть но не ниже домика то есть маяк чуть выше и подравниваю ему границы остается у нас сверху вот здесь собственно крышечка да его и стекло вы можете взять допустим какой-нибудь серо-голубой оттенок вот допустим вот такой вот похож на маяк кстати похожи только чуть-чуть можно синеньким вот такой вот цвет серо-голубой даже наверное и чуть-чуть потемнее можно да что-то слишком светло получилось вот так вот я ее запачкаю можно просто больше индиго добавить и оно получится чуть-чуть потемнее белый и индиго получается серый холодный оттенок немного форму поправлю крышечку пока делать не буду и домик вот сам домик да он имеет тоже такой серенький оттенок бежевый сейчас мы с вами закрасим быстренько домик с крышечкой и это будем считать что это одна часть нашей картины уже полпути мы с вами прошли вот такой вот тоже цвет интересный вот такой а это белило это коричневый это индиго вот белый индиго коричневый похоже на цвет маяка на самом-то деле да только одна половинка у него чуть темней чуть-чуть потемнее а другая чуть посветлее ну понятно что здесь просто белилами уже регулируете да то есть одна половинка у него более светлая там белицами высветляете а вторую половинку вы чуть потемнее делаете начать можно с одной половинки которые потемнее вот так видите и они не сливаются тогда а крышка закрашивается тоже такой можно яркой краской английской красными для этого специально было для крышечки вот такая красочка да вот ее можно прям чистую взять вот так в принципе кирпичный цвет если такой краски нет у вас вы можете ее я считаю что совершенно спокойно она намешивается этой коричневый красный вот и получается там уже оттенок такого кирпичного цвета тонкой кисточкой все это закрашивается если чувствуем что допустим я смотрю что у меня крышечка получается высоковато значит я просто возьму и фоном вот так вот обрежу ее дотяну просто фон сверху все меняется очень легко все меняется процессе корректируется вообще весь процесс написания картины вы знаете я много раз об этом говорил он пишется постоянными доводками то есть коррективами все такими вот так ну читали там в виде входа какие-то там мелочи да они конечно же будут уже делаться во второй программе нашей нашего исполнения нашей работы то есть это одна часть подмалевок готов ну что ж начинаем вторую половину нашего нашей нашего моря и вы увидите сейчас у себя на экране вот такой вот зеленый цвет будет он достигаться простым способом мы его будем сейчас не намешивать а мы должны его обнаруживать непосредственно самой водички как это будет делаться я беру белила вот у меня так же все по-прежнему сыренько только что мы прокрасили с вами в водичку маячок бережок и вот я теперь беру белила и буду делать не белые барашки а вот именно такие вот разводики на воде значит беру я вот такую вот кисть вот такую вот беру чуть-чуть белил без масла и буду делать вот такие вот эффекты вот так вот по горизонтали буду наносить заостренные обратите внимание на форму остренький штрешок буду как бы белой краской выбеливать себе воду но она не должна быть белая вот я попробовал получается такой светло-зеленый можно добавить чуть-чуть голубой краски ну синенького чуть-чуть добавить в беленький немножко оно в принципе получится местами немножко голубее ну плюс-минус так вот да то есть наша с вами задача немного теперь водичку местами сделать посветлее то есть она как бы останется темной но в целом нам же нужно с вами сделать такие вот эффекты вот в принципе она даже местами даже сухой кисточкой снимается такие вот штришки делаю вот так вот параллельно я их смотрите чтобы они не были слишком жесткие ставлю кисть широкой стороной и широкой стороной чуть-чуть размазываю ну то есть если они слишком жестковаты вы можете их просто чуть-чуть растушевать и они получатся менее активные еще немного возьму и вот так вот тут можно на переднем плане уже чуть-чуть запутать вот так вот более неровно там же у нас будет биться волны я так вот беру и размазываю немного еще немножечко тут чуть-чуть побелее можно и размазываю 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 прям с бережочком размазываю когда слой краски тонкий все это растушевывается на раз-два прям легко вот так видите как бы теперь вода уже с какими-то оттенками пошла теперь с другого края вот здесь немножко поработаем чуть-чуть добавляем это не белые барашки это пока просто вот такие то есть если добавили как я сейчас белый обязательно немножко размажьте чтобы разнообразие было на воде так это мы убираем да она же не может быть просто да однотонный а барашки мы добавим чуть попозже вот теперь бы хотелось бы добавить знаете вот синеватого цвета берете синего просто больше в белый добавляете в принципе здесь не нужно заморачиваться цветом и вот по кромке смотрите я беру синий с белым можно посинее набрать он все равно будет смешиваться белого можно поменьше и вот прям по горизонту чуть-чуть добавлю синевый такой аккуратно не заходя как бы на небо чуть-чуть посинее вот так вот возьму цвет местами тоже и размажу книзу книзу размажу в общем можно в принципе синим цветом практически без белого чуть-чуть белого такой синий может варьироваться он незначительный не яркий это у меня ультрамарин я вам напомню я работаю ультрамарином здесь чуть-чуть посинее можно чтобы оттенки получились вот так сюда синий вот так вот хорошо а вот теперь попробуем с вами сделать именно барашки волны здесь опять ну мне удобно вот этой плоской кистью со скошенным краем я ее хорошенечко салфетку так прожимаю получается смотрите какой у нее острый край смотрите какой видите вот у вас должен быть такой же если такой кисточки нет вы можете брать тонкую просто круглую кисть ну допустим вот такую вот такую тоже вполне возможно я беру на краешек белой краски и начинаю делать вот такие вот барашки каждый раз я протираю кисть каждый раз и начинаю делать вот эти вот барашечки куда я их кладу ну кладу я их в принципе не только на светлые пятна да просто хаотично я их кладу просто хаотично здесь главное чтобы они были острые но дополнительно еще их доведу до конца конечно дома немножко неровные острые по краям вот где-то разумеется они размажутся где-то не размажутся вот так вот и одну какую-нибудь побольше вот такую чуть-чуть больше волну и ее немножко вот так вот даже размажу наискосок вот так и к краям подтяну то есть размажу вот 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 здесь на переднем плане у нас смотрите уже идет буйство такое тут уже чуть-чуть двигается они по другому и здесь можно сделать следующее здесь можно уже создавать вот что берем с вами белильца и делаем вот эту крупную волну самую важную смотрите вот таким вот образом я беру изнутри я ее прямо так вот растягиваю растушевываю чтобы она смешалась и получился светло-зеленый цвет несколько раз можно так вот закрасить ее и размазать чтобы она посветлее получилось и увожу вниз протираю кисть еще чуть-чуть одна какая получается найти неровная бьющийся шторм у нас смотрите какой сюда провожу и сухой кисточкой чуть-чуть растягиваю растягиваю чтобы гладкая поверхность была верхушка очень неровная получается внутри доводка идет сухой кисточкой просто гладенько вот так растушевываю просто растушевываю и далее начинаю делать волны уже которые на берегу смотрите заходят вот так можно периодически кисточку менять возьму потоньше и тонкой можно создавать такие вот эффекты мне почему-то удобно больше всего вот этой вот так вот беру сверху подхожу наношу вот такими вот движениями обращайте внимание на движение руки смотрите какие они краска чуть-чуть размывается смешивается видите я двигаюсь по горизонтали протираю кисть почаще еще беру чуть-чуть белого и вот такими движениями короткими короткими движениями по горизонтали но как змейку такую накладываю вот так вот так а теперь сухой кистью аккуратно внутри внутри вот этих волн чуть-чуть нужно будет размазать местами некоторые чтобы прозрачность была такая смотрите вот это вот очень интересный эффект и обожаю делать вот эти вот эффекты прям как раз дают иллюзию водички изнутри просто сухой кисточкой остается чуть-чуть размазать вот так есть там даже голубые такие если заметили пятна голубой белый с синим возьмите вот видите как просто все делается очень просто сразу же можно подправить наши белые барашки они слишком белые некоторые не все можно их чуть-чуть просто размазать вот так они очень быстро размазываются но а какие-то конечно остаются даже по моему многовато получилось да можно даже некоторые потом убрать наверное а убрать их можно опять легко вы просто берете зеленый вы берете индиго и там синим то что мы с вами брали да потемнеет свет и туда просто их закрашивайте лишние что тоже немного не получалось я вот чуть-чуть лишнее сейчас уберу все-таки а то особенно кстати не делайте большие на около горизонта потому что чем дальше они тем незаметней то есть чуть побольше можно снизу сверху уж так поскромнее потому что сверху они должны быть не такими заметными вот если вдруг надо опять повторить где-то местами вот беру тонкую кисточку либо же плоскую и местами вот так повторяю их но здесь уже как бы нужно выдержать золотую середину чтобы не получить опять большое количество барашек вот так вот другого края тоже надо сделать берете белила немного я беру без масла если у вас уже картина просохла может быть вы начинаете ее через пару дней продолжаете то можно с маслечком чуть-чуть вот я кладу здесь вот белые такие вот волны и немного их размазываю смотрите какой она имеет форму волна она такая размытая и по силуэту достаточно неровная и сухой кисточкой чуть-чуть я раз тушевую снивелирую как обычно несколько мы там можем пронаблюдать таких вот я беру белец а вот так сухой кисточкой начиная потом смешивать смешивать просто с с толщей воды чуть-чуть смешиваю чтобы так получалось красиво ну и конечно вот вот это все вот это все место вот это да оно должно быть у нас разумеется тоже более светлым нам нужно смотрите что положить вот здесь белиться чтобы засияло засветилась на солнце у у нас вода беру побольше белого и вот таким движением как бы стараюсь почувствовать какое движение нужно чтобы приклеилась белая краска тут нужно кисточку подобрать правильно чтобы побелее гребешок вот гребешок должен быть очень очень светлым может быть масло добавить но тут нужно просто посмотреть по ситуации вот сюда может быть даже чуть-чуть протереть лишнюю краску аккуратно аккуратно эти многие даже ватными палочками берут протирают эти места аккуратненько получается то есть соскоблить жирную краску и положить туда более свежий цвет здесь если не пачкается в белый а нам надо прям побелее вот и белый должен быть чистый 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 вот здесь вот прям посветлее можно так вот но я даже масло добавил потому что плохо ложится на сырое нижнюю часть я немножко размазываю но и белый на свежий под рукой иметь чтобы белый был посветлее белее почище тонкой кистью так вот по обвожу белые барашки тонкой кисточкой прям провожу прокручиваю ее в руках пальцами чтобы получалось максимально неровные гребешки даже добавим камушек сейчас там еще один вот чтобы не ровно не ровно не ровно так прям вот так вот вот так местами можно поразмазывать чуть-чуть то есть положили краску и местами если надо ну вот мне можно немножко поразмывать чуть-чуть размазать так вот тут у нас прям буря шторм ветер вернусь вот к этому месту еще разок побелее сделаю вот это место кисточку не забывайте почаще протирать промывать ее не обязательно просто протирать вот вот да да больше меня всего места интересует чтобы она была прям белая такое вот здесь и аккуратно аккуратно а выхожу чуть-чуть на водичку смотрите вот так получились мелкие брызги такие здесь можно краску густо даже класть так ну тут у нас еще камушек один можно сделать такой возьмите коричневый что мы там брали можно коричневый с синим можно с индига и вот здесь такой камень можно сделать круглый неровный кругловатый камень я кладу его так еще можно индиго чуть-чуть себе добавить так индиго 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 одна часть у камня очень темная можно в принципе даже обойтись одним индиго снизу вот так вот подкрасить вот такой огромный камень а верхняя часть помните у нас что-то от бережочка такое желтоватое можно шапочку придумать желтый белиться вот что-то вот такое именно горчичная здесь ну само собой граница между темным и светлым между горчичным и индига немножко размазывается он такой достаточно темный кругловатый вот ну а чтобы обыграть его как-то чтобы он не пропадал вы можете добавить вокруг него чуть чуть больше пены чтобы вокруг него билось больше воды вот так вот взять немножко больше пены чуть-чуть и сверху так вот немножко подбелю водичку чтобы было понятно что пена бьется а большой камень вот ну большое внимание ему тоже уделять не стоит как бы он есть и есть вот есть там конечно некоторые камни вот в этом месте еще ну не знаю важны ли они нет принципе там можно немножко так какие-то такие пятнышки добавить но я бы не считал бы это за за какое-то такое важное место здесь тем более там уже у нас есть пена вот так вот немного можно камней добавить мне не очень нравится то что они тут такие вот желтоватые но не знаю можно давай давайте добавим аккуратно но опять повторюсь это не самое главное здесь место сложное особенно будет для новичков камни добавлять сверху пены поэтому выбор за вами не советую если вы совсем новичок сюда сейчас вывозить какие-то темные допустим просто вот индиго там взять немножко английской красный такие вот пятна ну просто знаете подводные камни которые сейчас оказались под водой еще куда не шло вот так обычно нижнюю часть камни немножко я размазываю всегда чтобы она оказалась в воде чтобы утопалась утопилась так ну и сделаем с вами еще кое-что я вот здесь немного все-таки одну часть чуть-чуть так вот размажу приподниму волны чтобы она получилась просто сухой кисточкой чтобы она разбилась вот так вот местами а волны а еще не хочется почему-то добавить немножко желтоватого цвета вовнутрь чтобы она просветилась вот так вот взять беленький желтеньким и чуть-чуть добавить туда можно нечистый вот так вот добавить и конечно размазать подсмягчить не забывайте то получится вот так чтобы она немножко засветилась положили размазали размазали чуть-чуть вот так да так будет лучше сделайте так не пожалеете верхний гребешок я чуть размазал потом можно еще и добавить брызг сверху на него белых опять слегка для достоверности так сказать для чтобы нам больше была в масштаб не объем не а вот так так ну давайте маячок наверное с вами сделаем маячок смотрите у нас правый край маяка должен быть темнее чем фон и проще всего мне кажется взять сначала просто подать попробуем взять коричневую краску это и кнопку ум роженая да вот правую часть я сделаю еще чуть-чуть потемнее беру самую тонкую кисть и у самого края делаю потоньше вернее не потоньше а потемнее вот так закрашиваю сразу же я ее конечно растушевываю ты чтобы получить плавный переход нужно конечно растягивать краску так прям самого самого края я беру коричневую краску и растягиваю вот так вот то есть правая сторона маяка у нас сто процентов очень очень темная должна быть вот так с коричневатым оттенком даже честно говоря там есть немножко желтоватого можно потом даже взять горчичный цвет от травы вот здесь грязно-желтый такой и немножко вот сюда добавить как бы между серым и коричневым и растянуть немного вот так вот чтобы да как то все в одном ключе было чтобы перекликалась рефлекс как раз такой получается так будет интересней и третий цвет это будет уже наверное индиго я беру индиго и индиго сверху прям подчеркиваю ровно ровно чтобы главное здесь было чтобы рука не дрожала берем и темный индиго кладем прям по самому краю вот так вот так ну и разумеется и индиго у нас тоже размазывается размазывается растягивается получается полутон переход плавный чтобы маяк с небом не сливался у нас а с другого края со стороны солнца разумеется это уже я беру опять повторно белила прям вот белый белый цвет и белилами выравниваю его и высветляю еще раз надо что прям максимально белый он был здесь не спешим просто высветляем одну часть ему вот так на сухой кисточку я протираю и сухой кисточкой просто растягиваю границу переходе получается верно верно разумеется там у нас с вами есть блик на стекле возьмите кисточку потоньше сделайте блик с левой стороны белильцами вот так ну сложно разобрать там что у нас там да как но тем не менее можно вот так вот разобраться сделать такой блячок немножко его размазать чуть-чуть с промежутком таким чтобы как-то заиграла стекло разными тонами да но со стороны света она прямо исключительно вот так вот в конце еще раз белый свет нас солнце слева поэтому отсюда она начинает блестеть очень сильно обязательно тонкой кистью сделаю вот такой вот раз ободочек белой краской повторю еще раз индиго можете смешать с коричневым давайте все вместе вот здесь можно красочки побольше взять вот здесь и прям утемнить верхушечку вот здесь маяка прям чтобы потемнее вот так вот маслечка можно видите там такая конструкция можно обвести сначала так вот дальше идет как бы такие арочки но их прорисовывать прям затошно не нужно они там у вас чуть-чуть подсмешаются чуть-чуть вот так вот пусть смешиваются что-то вроде такого вот видите можно просто каемочку как бы сверху темно сделать если кому сложно делать вот такие вот эффекты объема если не хотите можете не усложнять просто сделать потемнее верхушку верхушку это я бы беру индиго и коричневый и в серединку туда тоже стеклышко положу чуть-чуть тени точно такой же вот так 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 вот верхняя часть это крышечка нужно накрыть крышечку можете взять вот такую можно в принципе взять коричневую краску крышечка вот такого цвета сейчас вы можете ее увидеть на экране да по сути это он броженная коричневая краска берете и такую сверху шляпку треугольную накрываете здесь многие наши ученики не только наши допускают такую ошибку у них макушка сползает треугольничек должен быть ровно посередине а раньше вы а дальше вы берете белиться вот так и со стороны света солнца кладете опять белиться вот одну сторону подчеркиваю и чуть-чуть размазываю размазываю сухой кистью можем даже приблизить вот так вот чтобы было чуть чуть более понятно белый с одного края и размазывается крышечка должна быть ровной можно детальки всякие по добавлять но опять же если опыта большого нет не советую сильно углубляться в детали я думаю что лучше лучше растушевать вот эти места мне больно они бросаются в глаза небо как будто бы не очень красиво и здесь разглажена если у кого позволяет опыт если кто не боится можете сделать следующее затемнить вот с этого края взять цвет нашего неба зеленый темный коричневый зеленый темный да ну вот мне немного не хватает если у вас есть опыт и нет страха можете вот это место под темнее сделать и аккуратно с небом размазать тогда вы выделите себе маяк со стороны тени чуть чуть поактивнее он будет смотреться но здесь нужно прям так подлезть сторону солнца размазать то есть этого края он потемнее видите мне получилось теперь теперь он его лучше видно вот так подровняю подровняю белой краской еще раз ему вот эту сторону чтобы был ровный тонкой кистью можно сделать следующее возьмите индиго самой тонкой кисточкой и нарисуйте окошко это просто вот такая полосочка очень тонкая где-то посередине кстати также можно тень на крышу чуть-чуть добавить там немного есть такого затемнения я даже добавлю шпиль вот так и чуть-чуть цвета вот сюда но это такие тонкости если без опыта можно не делать и белой краской смотрите добавил окно и окошко аккуратно обвожу и окошко получается объемным обвести можно его с левой стороны сверху и снизу справа в принципе не обязательно его обводить даже справа я немножко так уберу размажу справа там обычно у нас там же тень необычно сегодня также белой кистью вы можете сделать тонкой вот такие эффекты допустим обвести крышу также я возьму немного индиго и коричневого вот и сделаю такую тень вот здесь на уголочке и немного размажу ее индиго коричневый серо-коричневый такой цвет чуть-чуть размажу на уголочке дома и растушую дальше идут уже эффект смотрите вот беру просто индиго подчеркиваю крышу аккуратно у домика просто беру подчеркиваю а потом беру и просто размазываю сухой кистью ну чтобы была тень под крышей также можно сделать вход прямоугольничек такой добавляю и чуть более коричневый фундамент такая снизу полосочка это все может быть не сильно явным и не сильно отчетливым потому что это достаточно далеко от нас вот здесь вот на уголочке тень еще чуть-чуть потемнее сделаю чтобы он не был слишком светлый здесь на что-то типа мансарды провожу вот такую линию и вот эту часть немного затемняю вот так но не полностью размазываю вот так потом сверху кладу еще раз чуть-чуть потемнее под крышей тень и ставлю окошко сверху такое темное вот такое небольшое чуть крупнее кисть если взять можно также немного затемнить крышу но не полностью частично вот так я беру и затемняю можно взять индиго с коричневым опять же не полностью вот так а а потом сверху добавить небольшую трубу на трубе тоже должен появиться какой-то свет белой краской немножко блика вот так получается детализация у домика есть у нас там какая-то пристройка кусок не столь важен можно вот взять белый с оранжевым у меня есть еще оранжевая краска которая по сути сегодня практически не пользовался белый с оранжевым вот здесь вот такой вот кусочек есть какой-то там у нас большой с каким-то промежутком не столь важно что это это просто будет означать какую-то постройку пусть будет на референсе там вход достаточно такой большой но не знаю можно конечно увеличить если захочется можно сделать вот так так но сейчас нам нужно с вами немного поработать с нашим островочком мы его просто как бы так с вами загладили сделаем отъезд назад и он должен нас иметь разные такие вот махровые пятнышки есть на нем зеленоватые пятна мы можем их увидеть есть также и охристые чуть более светлые камушки немножко можно повыделять давайте начнем с того что найдем коричневую краску также я его нашел вам на экране ее можно так вот коричневый взять и первое что бы хотелось бы сделать это вот тут немного наши скалы большие камни чуть-чуть обвести сделать им чуть более внятный контур такой вот я им обвожу и сразу же вот таким вот движением как бы к низу смотрите постукиваю чуть-чуть растягиваю да чтобы получились именно фактура камня то есть внешний контур отчетливый вот здесь чуть темнее около около нашего маяка вот так вот и похлопывающим движением чтобы такая неравномерная пушистая фактурка получалось беру я коричневый беру я чуть-чуть индиго и вот так вот даже вот такой распушенной кисточкой слегка она может быть любой абсолютно но не самой маленькой точно я думаю так вот немного запушим здесь ну коричневая у нас в принципе здесь тоже чуть-чуть есть такие коричневые ну посмотрите по своей уже как бы картине где у вас там не хватает коричневых пятен вот таких вот каких-то таких вот пушистиков обязательно сделайте себе дальше мы можем найти с вами горчичные оттенки это у нас желтый это у нас белила это у нас чуть-чуть коричневого можно немножко оранжевого добавить но чтобы вам было опять же понятно это вот такой вот допустим цвет вот такой сейчас я прям на картинке его нахожу вот такой цвет желто-горчичный его я добавляю немножечко ниже вот такими похлопывающими также движениями чтобы было фактурно красиво вот так вот мелкая мелкая может быть травка камушки это неважно что но главное чтобы это получилось не гладко так аккуратненько и получается опять же солнечный свет проникающий сквозь облака он попадает нам вот сюда прям да на домик на маяк на волну и на поляну желтый белый можно капельку оранжевого если нужно будет приглушить цвет если слишком яркий можно чуть коричневого вот нам и оранжевый пригодился под конец здесь чуть больше оранжевой краски добавил и вот так вот постукивающим движением у меня кисточка просто вот к свете со скошенным краем она и немножко так вот разлохматил немного сюда немножечко так пройдемся так здесь и зелененький конечно тоже обязательно добавим сейчас поярче такой более салатовый цвет тоже чтобы был можно это подкручивать пальчиками и похлопывающими и постукивающими движениями как бы вниз да просто на нету ходит и все салатовый мы с вами знаем намешать это белый желтый и капли зеленой краски это у нас будет салатовый оттенок который пойдет давайте наверно чуть-чуть потемнее на такой по зеленее даже более наверно зеленый чем салатовый желтый и чуть-чуть зеленого или зеленый чуть желтого там надо будет пробовать вам немножко вот такие вот типом мох вот он такой похожий нам на мох и в самом конце обязательно девочки мальчики добавьте белой краски возьмите просто белый протрите кисточку и немножечко нужно будет нам выделить с вами вот этот ближний камушек вот здесь как бы травка там камушки все сплошняком вот так вот немножко белильцами тоже но это не должно повисать каким-то тяжелым грузом то есть видите ну как бы плавно друг с другом обратите внимание что нету жестких стыков да все плавно друг друга переходит плавно поэтому краски берем немного движение у нас похлопывающие то есть чтобы была возможность раствориться чуть-чуть краски и подсмешаться если есть желание сделать какую-нибудь дорожку там вот оля или не знаю что там такое тут трещина можно такая но вряд ли это дорожка я думаю вот можно взять коричневую краску и такую вот неровную дорожку сделать может быть это какая-то тень но неважно такая вот неровная там идет и как бы к низу она просто исчезает можно домику даже подвести по сути так но она очень-очень незаметная очень незаметно поэтому если получилось слишком заметно и лучше ее немножко размажьте а я вот выделю в конце еще раз возьму темно-коричневый и индига вот так вот и выделю эту скалу прям чтобы она была такая явная 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 вот эта скала еще раз подчеркну ее вот в этом месте вот здесь ну и в самом 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 конце вы находите у себя белую краску обязательно найдите белый цвет на небе конечно можно чуть-чуть порастушевывать и поразглаживать какие-то мазки от кисти следочки да вот можно так вот другом направлении поразглаживать дополнительно чтобы была поверхность более такой красивый размытый ну вообще в конце самом отставьте работу вашу подальше посмотрите над чем можно поработать может быть уже пора остановиться с расстояния люблю смотреть на финале картины да и не только на финале потому что глаза наши сами не знаете как быстро они прилипают привыкают картине вообще и мы со временем просто перестаем вообще оценивать нужно ситуацию видите как можно добиться эффекта размытости просто сухой кисточкой если будете практически не касаться холста сухой гладкой кистью ну а белой белой краской самой-самой тонкой кисточкой вот я беру самую тонкую кисть буду рисовать сейчас птичек это вот такие галочки очень крохотного размера просто галочки с очень тонкими краями по серединке у нас такая точечка типа тушка получается с разным они направлением с разным наклоном обычно они летают каждый раз кисточку нужно будет протирать и самой тонкой кисточкой обязательно сделайте птичек не пожалеете разного размера конечно даже вот здесь со стороны тени у нас тоже будут если будут размазываться чуть-чуть с с облаками пусть даже так лучше будет максимально маленького размера максимально небольшого вот так летают чайки ну здесь я думаю нам понятно тут у нас бьются волны здесь посветлее волна здесь в конце я высветлил нашу площадку обработали мы с вами домики там делали детали очень глубокое темное синее море мне мне кажется не хватает местами где-то чуть-чуть синего если вам хочется добавить также ко мне немножко синей краски чуть-чуть ее смешайте с белилами и немножечко можно добавить обратите внимание что барашки не очень активные к верху их практически нет к большей части к низу вот ключевые такие моменты побелее конечно там где бьется пена это разумеется здесь у нас я напомню я делал вот таким движением вот таким движением я сделал пену вот здесь в конце еще раз вам продемонстрировать сначала наносим вот такую зигзагообразную форму потом немножко внутреннюю часть размазываем то есть внешний контур остается более белым внутренний он немножко нивелируется получается будто бы у нас затекает вода вот так вокруг камней темно-коричневой краской можно где-то если что про продырявить некоторые волны если это не потребуется а так в целом в принципе картина я считаю готова можем с вами посмотреть на нее в рамке берем допустим темную раму как раз под море подходящий очень хорошо делаем отъезд назад и видим что картина по моему абсолютно готова ну а я в конце вам советую всегда корректировать ваши картины с расстояния посмотрите вдруг что-то не так с расстояние всегда видно лучше чуть-чуть я сделаю шире нижнюю часть маяка когда вот у меня когда появляется рама и и расстояние да я вижу с расстояния я вот сразу замечаю что мне нужно поправить немножко нижнюю часть но это я себе поправляю вы можете себе не поправлять если нет желания расширять к низу маяк это уже дело лично каждого от этого он не станет ни лучше не хуже просто он будет более широким к низу вот так проходит наш процесс с написанием морских тематик будем конечно же еще писать не забывайте что расстояние перерывы делают вам только лучше ну а это был виталий ткаченко и школа креатива всем творческих успехов пока-пока